то есть это вот ситуация там с папой действительно вот это так вот происходило вот это то что было и с ульяной тоже но я честно говоря в песне этого не видела чтобы там мне даже догадки такой не было чтобы там была какая-то магия наверное потому что я сама мама взрослого сына у меня подобных ситуаций не было но тем не менее у меня даже мысли не возникло что это попытка вторжения через магию это вы показали для меня неожиданно вспомнил да вы знаете что вот потом вот сейчас то есть процессе сеанса я уже начала вспоминать что потом я действительно этого как бы забыла у меня вышла эта информация называется это называется запрет на снятие магии да значит они умеют это делать запрет на снятие магии он как раз таки и закрывает видение этой ситуации не дает причину следствиям сопоставить не дает обнаружить что на этом существует ну да и я вот потом то есть в процессе сеанса вспомнила что ульяна писала то ли говорила что они ходили кому-то ну так или иначе сейчас просто идет продолжает эти информация поэтому и нужно разгружаться иначе у меня будет перегруз моего мозга это же да знаете это же ваша жизнь ваши события сейчас работали сколько ему поработали подряд мне кажется больше трех часов больше трех часов но я же говорила что это будет основная часть сеанса вот она такая нам нужно было дойти до основного контракта после основного контракта после его расторжения уже как бы мы все а он очень часто не расторгается пока не ведешь порядок в секторе магии он всегда последняя очередь основной контракт туда туда просто не пускают не пускают пока вы воплощение пока вы в аватаре в игре просто немножко меняется знаете как меняется актер который играл бездумно свою роль по выученной бумажке спускается со сцены становится перед сценой и начинает управлять всем сценарием спектакли что происходит это так чтобы образно представить что начинается с данного сеанса если вы этого захотите если человек предпочтет продолжать играть свою роль вольному воле все будет по воле твоей творится если захочешь из актеров перейти в суфлеры добро пожаловать выбирай любую роль если хочешь руководить всем этим театром или каждый способен потому что у каждого своя энергосфера к своя сфера пребывания и вот там где в материальном мире мы сталкиваемся друг с другом свет взаимопроникает друг друга вот наше взаимодействие знаете мы вот в этом кружении вот в этом кружении танца друг с другом мы создаем новое нечто новое чего во вселенной не было это красиво когда мужчина и женщина в любви рождается ребенок это не может быть некрасивым это никак ни разу это даже на физике не имеет права быть некрасивым хотя случается на физике по-разному но на тонком плане это это такое волшебство я бы очень хотела чтобы все люди могли это видеть чувствовать знать и тогда у меня не будет этой работы это прекрасно и ведь это прекрасно потому что никому нужна такая работа нет джанетта да вы что я наоборот думаю я тоже вот так бы наверно хотела вот как бы помогать людям говорить что-то ну вы вообще молодец конечно это же себя начинаем себя я чистила свою энергосферу сначала и натыкалась на контракты и натыкалась на противодействие натыкалась на агрессии и натыкалась на порталы на что я только не натыкалась это почти два года мне один раз одна женщина единственная это мы с ней уже были знакомы долгое время и я так интуитивно доверилась и она меня погрузила в это состояние и провела сеанс там сколько два с половиной или три часа после этого она мне писала почему ты не обращаешься я бы тебя еще раз повела еще раз повела она как-то меня через месяц написала я зачем я буду обращаться я каждый день хожу сама то есть она мне один раз показала дорогу покажу без всяких книг без всяких молитв без всего она просто показала мне технику и она показала мне что значит видеть на тонком плане видеть на тонком плане это просто визуализация как сон вот как вы сны видите или когда вы пересказываете кому-то фильм у вас перед глазами мысленным перед мысленным взором пробегают кадры из этого фильма вот это именно так то есть и сказать что кто-то способный пересказать кому-то другому фильм или мультфильм у него не возникают эти образы когда вы книгу читаете почему у нас была самая читающая страна в мире потому что такое кто знал что нужно нужно к определенному времени чтобы выросло поколение и не одно людей способных визуализировать информацию перед вами книга на ней буквы буквы это символы это символы буквенное обозначение фонетики но за этими буквами за этой фонетикой кроются смыслы эти смыслы вот писатель пишет он образы вкладывает в эти буквы мы прочитывая эти образы воспринимаем но воспринимаем каждый индивидуально для кого-то описываем и там конная атака это вот на таких лошадях слева направо скачут вот такие вот так вот оно происходит для кого-то это справа налево они скачут то есть образ возникает у каждого свой ну это к примеру это примитивный пример но тем не менее это визуализация и если вот на тонком плане ваше подсознание транслирует мне что-то я воспринимаю это вот примерно такой визуализации и дальше уже моя работа работа моего подсознания расшифровать это разложить задать вопросы где мне непонятно предложить предпринять какие-то действия отвести туда туда сюда то есть вот дальнейшая схема это уже моя работа визуализацию я воспринимаю какой возраст допустим когда это было какие эмоции переживал какие мысли были что потому что если она тогда вот возникла она где-то зацепилась и потом стало наслаиваться 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 и потом уже не продохнуть так каждый человек на это способен уверяю опять же наши страхи кто в нас боится вот у вас боялась рептилия кто в нас хочет секса в вас это рептилия когда вы шли в акаши это же рептилия зеркальцем вам да то то идет информация за каши а потом идет от ума а умом владеет рептилия она просто вашему уму подсказывает мысли да знаете что происходит сейчас ее нет и можно свободно идти в акаши супер и писать талантливые стихи не от того что вы поэт любое определение вас ничтожно по сравнению с вами даже если вы скажете гениальнейший человек на всей земле это абсолютно ничего не для того кем вы есть на самом деле знаете что все что он нас окружает здесь это мираж пыль игра несущественно несущественно как вы выглядите в глазах кого-то это всего лишь его мнение и если вы для этого человека суровый правда рубец значит этот человек этому человеку в данный момент именно ваша правда и нужно и если ему будет больно от ваших слов как бы вы их не старались там облечь какую-то культурную обертку фантик яркий красивый вот тебе подсластить пилюлю если ему все равно станет больно то это значит ему нужна эта боль он же к вам обратился с вопросом ну да он хочет знать правду вы ее говорите то что все очень просто и сложно в то же время потому что это иной взгляд на жизнь иной взгляд на себя в процессе нашего разговора что-то еще промелькнула но я не знаю озвучила я или нет ну хорошо оно там вспомнится мое подсознание помнит все помнит конечно помнит то есть я накануне сеанса читаю аспекты и сколько бы там ни было написано по какой-то причине там на месте все происходит вот так как должно происходить потом выхожу из сеанса я все сделала или не все но я то привыкла что здесь вот здесь у нас мы забыли то то забыли то все забыли ну вы знаете вот вообще прямо даже некоторая фраза вот из из грязи в князи например это вот чисто моя фраза потому что я видела людей и видела как они себя ведут в общем-то по отношению к другим и вот говорила такие же слова это довольно распространенная фраза но тем не менее да ее не все говорят я в отношении я вот сомневалась думаю что собрать что собрать в курятник посылала вас мама когда я конечно посылала думаю ну что такое у меня визуализация такая идет чтобы пойти собрать сначала вроде собрать яйца показывать потом думаю все таки белье собрать это уже мое сомнение то нет и приносит в конце концов приносит действительно в чем-то в мисочке по моему раз приносит и единственного что я ну я это не могла помнить я же совсем маленькая когда начала задыхаться может там месяца и может я не знаю сколько вот я там не знаю конечно конечно ситуации не в бане ничего но ту но ту ситуацию с подушкой мне показали с братом да значит значит мы посмотрели значит вы показали мне самую первую ситуацию я спросила самую первую они все подряд которые могли ну да 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 Ну давай еще туда сходим не вопрос Давайте Attendress я спрошу я спрошу это Отразилось или отразилось ваше подсознание это знаю я поэтому и полагаюсь на ваше подсознание как оно повезет обычная так я хожу описывая ментальную карту читаю и начинаем работать по моей схеме сегодня что получилось что я вас вообще нигде не нашла и вы оказались talked Нормально? Ну какая может сработать моя схема, с кем мне работать, чью ментальную карту читать, если из сектора магии вот такое действие, и вы уже где-то там, что я вас найти не могу. Вот никак даже не подумала, что на перерождении меня так зацепит, потому что я как-то вообще не почувствовала даже. Оно на всё, оно так всё и настроено. Понимаете? Оно же так всё и настроено. Интерференты уже работали с вами, пока вы ещё только ехали туда. Уже подогревались необходимые ваши эмоции, предчувствия, предвкушения. И вы когда приехали, ой, какая тут везде красота. И пошло ваше внимание вокруг. Ваше внимание на этом семинаре, я могу ошибаться, конечно, но по-моему вам показывали красоты природы, говорили, что это места силы. Ну так? Да, да. Или всё-таки вас с самого начала усадили в какой-нибудь скучный кабинет и начали в этом скучном кабинете рассказывать вам о том, для чего вы сюда приехали. Как было? Понимаете, если люди подходят серьёзно, то они подходят серьёзно. Они встречают серьёзно, объясняют для чего и почему. Они объясняют, что означает каждое действие их программы. Вот в мире тёмных это называется, как же это называется? Оферта, договор оферты. Если вы в эмоциях низкочастотных пребываете, раздраженные, опечаленные, там беда, горе какое-то, это не значит, что вы не должны их проживать. Эти эмоции нужно проживать. Их нужно прожить и отпустить. Вот поймала себя на мысли, я сейчас печально. Конечно, мне хочется попечалиться, давненькая не печалилась. У меня есть для этого повод. Да, да. Понимаете, вы смотрите на себя не снизу от ума, в тонкую проекцию астрального тела, где эмоции наши обитают, а вы смотрите с ментального плана. Вот с ментала вниз на себя точку зрения свое перемещаете, чуть выше смотрите. Чего это я такое творю? Я раздражаюсь, что ли? А что меня так раздражает? Вот это, вот это и вот это? А на самом деле, что оно такое? А для чего это? А какая у меня от этого польза? А какая всему миру от этого польза, что я раздражена? А вот не хочу. Понимаете, вот немножко вот по-взрослому. Не идти на поводу у эмоций, потому что эмоциями управляют сущности. Мы идем на поводу у эмоций, значит, мы управляем сущностями. Этого не допускайте, и все. Вы хозяин своей энергосферы. Вы избираете не эмоции, вы избираете состояние. То есть это уже не вторая, не третья чакра, это уже сердечный центр, так, я предлагаю сейчас, Татьяне, я хочу просканировать энергосферу и проверить, какова доля некротической энергии в ее энергосфере. 3,1%. Это очень много. Тогда, Татьяна, покажи мне, пожалуйста, самый первый момент, когда эта энергия вторглась в твою энергосферу. 1,2,3. Да, я вижу, что это... Да, я вижу, что это внутри удобно буквально с первых дней зачатия. То есть эта энергия находилась в энергосфере твоей мамы. Да, она говорит, что это последствия ранее перенесенных в оборудование. Хорошо. Я сейчас предлагаю Татьяне отправиться в тот самый первый день, когда она... Да, до воплощения, давай, когда ты общаешься с мамой. До твоего зачатия, давай. Да, дай ей информацию в ядро сознания. Да, о том, что ее энергосфера загрязнена. Помоги ей просканировать, если она этого хочет. Так, говорит, принимает мою помощь. Да, и исторгни себя. Да, пусть она исторгнет из себя всю эту энергетику. Вместе с чувством вины, с чувством отрады, с чувством бессилия. Все, что найдет в себе чужеродного, связанного с этими событиями. Один, два, три. Да, сделала. Так, секундочку. Да, все чисто. И далее. Да, я вижу, она... Вот начинается ее формирование, и приходит душа. Приходит эфирная праекция. И помогает маме сформировать тело. и ряд тонких тел. Так, и в данное время, давай вернемся к ее запись на момент сейчас. Какой процент некротической энергии в твоей энергосфере? Ну, целых четыридесятых процента. Хорошо. Ты можешь сейчас с того момента просветить всю свою жизнь. Она голову вот так машет. Нет, я хочу отдельно это сделать. Хорошо. Тогда делаем это совершенно не то ли. Да. Найди свою энергосферу. Давай я посмотрю, существует ли, есть ли проект своих деток. Так, одного я вижу. Второго нет. Да, только один в поле эфирного тела только проекция одного ребенка. Ну, так бывает, если душа не пришла, не успела посильнее. Да, но тем не менее. Татьяна, ты сейчас можешь делать все, что посчитаешь нужным. Ты уже знаешь технологии, поэтому я буду просто наблюдать. Единственное, что подскажу тебе, эта душа, да, призови эту душу. Мне идет, что она сейчас воплощена. Ты просто можешь послать ей свою материнскую любовь. Вот подходство вибраций. Считай, где она находится. И пошли свою материнскую любовь, энергии, поддержки и всего. Да, сделала. Так, а в отношении этой проекции до перепроживания. Хотя тебе лучше было бы и с той душой также перепрожить. Давай-ка ты перепроживи обе эти беременности. От начала до самого конца. Выноси этих деток. нет, не идет информация, что в отношении первого в этом нет необходимости. Да, послали любовь и все. А этого ребенка, да, выносила, благополучно родила, приложила к груди, дала ему статус рожденного. Да, сделала. да, и теперь протягивает к свету первоисточника, передает его, просит прощения за то, что на физике не привела его в этот мир. Она говорит не своевременно, прости, не своевременно. Да, посылает ему материнскую любовь и желает ему счастливых воплощений. Все. Он ушел к свету первоисточника. Так, теперь проверяй свою энергосферу. Есть ли некрасическая энергия в твоей энергосфере? Нет, она отсутствует. да, то есть получается только один ребенок такой след оставил и его проекция была и энергия не была. А тут как-то так благополучно, он не успел войти, видимо, очень плотно еще в свой аватар и поэтому да, да, с этой ситуацией теперь все. Я предлагаю сейчас Татьяне, если она хочет отправиться в то время, когда в нашей селенной отсутствовало понятие враг или опасность, когда она находилась в состоянии естественной гармонии, да, говорит, пойдем. Мне часто очень такие, не знаю, как это объяснить, как бы это сказать, как будто эта девочка, опять же, вот идет мне лет тринадцати, хлопает в ладоши, радуется и подпрыгивает. Вот такое вот прям нетерпение, вот прям ура, 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 вот такая эмоциональность. Мне интересует, почему девочке только двенадцать лет. Ответь мне на этот вопрос затянет. Можешь ответить? Первый ответ идет кульстатный период. И что ты решила дальше не взрослеть? почему-то говорит, да. Так, минутку, давай с этим разберемся. А почему ты решила не взрослеть? Страх старости. Но ведь ты же убрала то воздействие от старухи в бане. Было еще одно воздействие. покажи мне, пожалуйста, тот момент, когда впервые такая мысль о старости тебя посетила. И с чем это было связано? Давай, один, два, три. Ну, она мела буквально как это похороны отца, похороны отца, похороны отца, похороны отца. Мела так много раз, как будто на одной ноте, как будто это у нее много раз отразилось свое восприятие. В конечном итоге это страх смерти, верно я понимаю? Да. То есть ты ставишь знак тождества между старостью и смертью. Да. И где у тебя лежит этот страх смерти? Где ты его хранишь? Если до сих пор его не изъяло, хотя дважды мы по страхам прошлись. Покажи мне этот самый-самый первый раз, когда энергия страха вторглась в твою энергосистему. Один, два, три. Она мне показывает, что это было предусмотрено контрактом. Но меня интересует, почему это было предусмотрено контрактом. Поэтому поведи меня именно в тот момент. все я поняла. Она мне показывает первая мировая война, она мне показывает и плит. Она мне показывает газовую атаку. мировая где она закрывает мужчина или женщина. Мужчина. Молодой мужчина хватает воздух ртом. Атака началась, он что-то положенели или что это? как это правильно называется? Братник ворот. И он прижимает к носу, чтобы сквозь него дышать, чтобы какой-то фильтр. В конечном итоге он жестоко. Это он не теряет сознание сразу. Сначала вот это удушье, дикан. Он готов разорвать себе глотку для того, чтобы сделать вдох. Он рвет на себе вещи и он вот в конвульсиях это нервно-паралитическое или все-таки это удушающее? Это удушающее, по-моему. Да, удушающее. Я хочу сказать сейчас здоровьем. Это был момент, когда страх смерти вошел в себя, верно, и поменил. А до этого во всех воплощениях ты был бесстрашен. да, так и есть. Чем бессмысленно не воин. Она просто показывает мне, что в прежних воинах, военных действиях шла бесстрашно, шоу бесстрашно, потому что мужские опять же были воинственные воплощения. Шоу бесстрашно защищать, что бы то ни было. То есть была духовная опора у этого действия. И смерть была не страшна. Вот это истинное бесстрашие, которое опирается не на иллюзию, а на силу духа. Подтверждает. В Первой мировой войне ты не понимал, зачем ты оказался в этом окон. да, говорит, это бессмысленно война. Жестокая, чудовищная, бессмысленно. Я хочу посмотреть, что было на эфирном плане, когда происходили все эти боевые действия и когда распространяли этот газ над полем Ба. у интерферентов, конечно, жатва, у них пир, у них энергетический пир, спрутов много, рептилоидов много, инсектоиды так, как будто прячутся в тени, но их тоже много, а у них своя рода, да, у них своя рода. Они эти души, вышедшие из аватаров, покинувшие поле боя, умершие, умершие люди, вышедшие души, так скажем, они их улавливают и пока они находятся еще в замешательстве, в растерянности, живы они или мертвы, они не располагают информацией о том, что жизнь вечна, задача инсектоидов создать некую голограмму в свой образ измены и под видом этих каких-нибудь святых угодников, вообще само название святой угодник, это же ужасно, кому угождать, кому святой угодил, да, кто назвал себя Богом угодил этот святой, да, то есть они представлялись в виде ангелов, в виде родственников, они представлялись в виде архангелов, апостолов, в зависимости от религии, я смотрю, это была задача инсектоида, во время жертвы, рептилоиды, они, я смотрю, что они, это провокация, это запугивание, это другое, то есть у них у каждого рода распределены, и они с тонкого плана дирижируют всем этим военным оркестром. Понятно. Я спрошу сейчас с Татьяной, видит ли она, что происходило на самом деле в то время? Да. Какие последствия в твоей энергосфере от этого удушения? Она говорит, что и в этой жизни, в этом воплощении. Она показывает их предыдущем воплощении, там, где погиб во время Второй мировой войны подмишка. Показывает, что там были большие проблемы с легкими. И там было там это выглядело как слабое здоровье, аллергии, аллергии, нет, бронхиты. А бронхиты, аллергии были? Слово выскочило по этому. Да, но врачи этого как бы не назвали такого диагноза. то есть были как бы бронхиты, бронхиты эти вещи. Ну, я предлагаю сейчас Татьяне изменить, перепрожить иначе эту ситуацию. Ты знаешь, как это, ты можешь соединиться мысленно со своей проекцией в том моменте, который посчитаешь нужным, и так прожить, чтобы избежать этого удушения. Не знаю, раздобыть пятирогаз, либо что. Настоять так в растерянности, что угодно. Твоя жизнь, твоя воля решай. Или оставишь все как есть. Рок закрывает, не отговорит. Вот, она показывает, что еще когда их отправляли на линию фронта, вот, она соединилась сознанием с собою и рассветилась. Информацию передала в ядро сознания всех присутствовавших и командиров тоже. И кроме того, информацию о том, что возможно газовая атака. И поэтому для сохранения живой силы, формулировки такие, живая сила, фуфа. И что для того, чтобы сохранить? Офицером было? Офицером было? Молодой такой красавец. Да, средства индивидуальной защиты. И даже название говорит, Теплит. Да, то есть перед отправкой на фронт, а это что за пределами России было? Это Польша? Да, это даже Восточная Плюсия. В общем, территория Польши, где-то там военные военные действия. Да, и вот он пишет рапорт за рапортом, он добивается, чтобы изготовили, закупили, прислали, его присылают английские, английского производства противогаза, и вот я вижу, он обучает своих солдат, обучает своих пользоваться противогазом, и в конечном итоге в этот бой вот команда газовая атака, и они одевают этот эти противогазы, и да, они все выжили. Так, мы скоро пересмотрим все итоги Первой и Второй мировой мысли, если хотите. На тонком плане можно все это сделать совершенно иначе. не скажем, что это сильно быстро отразится на нашей жизни в данное время. Если бы каждый человек действительно имел возможность пересмотреть, а мы, как светосознание, способны многократно входить в одну и ту же точку пространства времени, мы могли бы давным-давно переначать, пересмотреть в пользу грядущего всю нашу истекшую историю. Каждый в своей сфере навел порядок так, как считает нужным, просыпаемся утром, а все, матрица нет, темных нет, интерферентов нет, обезвалов каких-то нет, угроз нет, штрафов нет, даже масочного режима, потому что ковида нет. И все остальное их матричной слово хотела сказать, но сказать не надо его говорить. И продолжаем в моменте здесь и сейчас перезапись на один, два, три. Я сканирую сейчас, остались ли какие-то последствия от того воплощения по всем ментальным, да, по всем делам нет, не осталось. Но все-таки я предлагаю подумать Татьяне, устраивает ли ее такой сценарий, где она участвует в боевых действиях и где любой ее выстрел, любое ее воздействие против другого человека, интерференты, расценят как кармический груз и организовав всю эту бойню, перевесят свою карму на участников этих сражений. Говорит, я уже поплатилась. Что значит поплатилась? Да, она показывает ее на контракт. То есть именно тогда был подписан контракт? Да. Контракт был именно тогда подписан. Ну тогда давай вынимай его, показывай мне. Контракт на 4 воплощения. Признание кармической ответственности за убийство себе подобных. Грех, называют грехом. Признание своей неспособности самому управлять ходом своей жизни. Согласие на присутствие кураторов в энергосфере, которые будут вести, направлять, получать и наказывать за заслушание. что даже так? То есть они вправе по ходу жизни еще и наказывать за заслушание. Лихо. Так, ну с этим понятно. Теперь под контракт покажем. довести до логического завершения. То есть это они получается пишут задачку самим себе. Да. Под контракт они пишут свою программу, о которой человек, подписывающий контракт, не знает. Логическое завершение какое? Да. Вот опять мне показывают порабощение, полное порабощение души. Хорошо, я поняла. Следующий переходим. Следующий момент я предлагаю вот в том моменте, где ты подписывала этот контракт. Покажи. Да, я вижу в той реальности, которую мы уже изменили, но в той реальности был подписан этот контракт. Мы идем. Да, я вижу душа выходит из тела в отчаянии. Это отчаяние, это страх. Да, молодой человек, страх неожиданно это все. Вот так ни с того ни с сего задохнуться. поднимается. поднимается и я вижу проекция сейчас перед интерферентами. Но я их вижу так и так. Я их вижу на двух уровнях вибраций. На тех вибрациях, которые они представляют человеку и на тех вибрациях, которые им соответствуют. Поэтому мне очень хорошо видно, какую голографическую иллюзию они перед собой устанавливают. Но душа после воплощения смотрит и не догадывается забежать так сзади, как детишки делают. Забежать сзади и увидеть хвостик у тех святых, которые встречают их после смерти. Вот просто загляднуть и обнаружить там рептильный хвостик. так хорошо в этом моменте Татьяна сейчас я переспрошу имя а имя это было Дмитрий хорошо Дмитрий скажи Медмитрий кого ты перед собой видишь? И же перед собой видишь это от него идет и же перед собой видишь то есть ты человек воцерковленный ты православный да честь вера и отечества хорошо пусть так кого ты перед собой видишь скажи пожалуйста он видит Иисуса Христа вижу еще кого есть кто-то еще апостол Петр да действительно двое он видит и кто я предлагаю тебе сейчас Дмитрий обнаружить а кто есть ты не понял вопроса Татьяна предлагаю тебе слиться сознанием со своей проекцией в этом времени в этом моменте давай сделаю это на один два три а теперь рассветись вспыхни да засияй и пускай теперь станет ясно и тебе и Дмитрию и всем кто там и же с ним находятся кто тут есть бог да а теперь я хочу спросить тебя Дмитрий кто перед собой кого ты перед собой видишь покажи мне скажи мне просто голос кто они он перед собой видит черта но это инсектов так его считали и он перед собой видит сатану вот с хвостом с таким все не так считали это его образное восприятие тут ничего не поделать что время о существовании интерферентов инопланетных видимо человек не знал его восприятие такового таким образом расшифровал в принципе он правильно расшифровал так оно и что будешь делать Дмитрий с этими товарищами которые пытались тебя обмануть и вергнуть тебя в пущину контрактных обязательств уничтожить мне нравится так это Дмитрий этих уничтожить хорошо но ты думаешь что за ними никого нет они здесь всем руководят да по плетяниям того кто вообще создал эту матричную жестокую страшную игру подтягивая его да и одновременно ты можешь извлечь свой страх из своей проекции страх умереть вечное и бесконечное боится умереть нарочно не придумаешь но интерферент остановили так да и опять притягивает проекцию эроидной матки и этого струта большого который ну я иначе его можно считать как квантовое сознание как биомашина как квантовый компьютер как ну это некое создание такое темных творцов которое через которое эроидной матке удавалось порабощать покорять воздействовать гипнотически воздействовать на покоренные цивилизации на множестве планет и даже ой множестве галактик и даже нескольких вселенных хорошо да можешь заблокировать и теперь ты видишь виновников всего этого пира кровавого можешь высвободить световые частоты которые дают их сознанием возможность существовать можешь выбросить их в аннигилятор в нижний портал можешь оставить все как есть поблагодарить и отпустить за уроки поблагодарить за уроки и отпустить воля твоя да я вижу рассекает их светом мечом мечом тонкие проекции просто мыслью своей создают на тонком плане оружие вот в руке уже меч он рассекает выпускает световые частицы все остальное в аннигилятор а сам контракт да сам контракт пишет расторг именно расторг и на подконтракте как каллиграфически пишет интересно очень красивый такой почерк расторг и все это сгорает все копии приложения можешь призвать и также уничтожить да он это делает хорошо проверяю да все Дмитрий растаял мы в момент здесь и сейчас идем и перезапись на момент сейчас я проверяю ментальную карту контракта нет подконтракта нет сектор контрактов курс сектор интерферентов рептилоид который совсем упал духом конечно если дух в нем когда-то присутствовал Татьяна говорит аннигиляция хорошо выбрасываю аннигиляцию закрываю портан проверяю сектор интерферентов все все пусто сектор магии пусто и сектор программ вот так кое-что сейчас я предлагаю тебе Татьяна проверить всю свою энергосферу вот начиная буквально по телам давай пойдем по всем тонким телам все плотнее и плотнее до физического тела просканировал из-за не все чужеродное все что не соответствует твоей генетике все что не соответствует твоему все что создано не тобой достала и ангелировала закрыла портан проверить наличие имплантов также вспыхни можешь истрогнуть из себя их одним усилием воли вот твоя мысль приказывает и они выпадают из тебя давай один два три да собери их и также в нижний портал на ангелирование закрыла портал следующий шаг то что я хотела тебе предложить это пойти в то время в нашей вселенной когда было все гармонично и отсутствовало понятие опасности или брак да она дает согласие и мы отправляемся по потоку времени сквозь свои времени позволь себе доверься своей душе твоя душа знает до какой точки нам нужно пройти по потоку она сама остановится когда будет пора расслабься и просто плыви уже не боишься глубины нет ну легко легла на потоку да вот остановилась я прошу сейчас Татьяну просканировать пространство вокруг ее энергосферы соответствует ли вселенная тому описанию которое я дала заранее да она говорит гармонично она благожелательна она сейчас какое-то слово я не могу расшифровать скажи да сразу несколько идет понятий вот и ликование и радость и сейчас но это не гармония в моем понимании а что-то все-таки ликование идет самое подходящее да я так и сказала то есть самое подходящее из земных русских слов это ликование и вот это все есть во вселенной просто в пространстве да я сейчас тоже перепроверю да понятие опасности и враг отсутствует тогда я предлагаю датьяне довериться своей душе позволить ей насытиться энергией первозданного творения твоей души вот из того времени напомнить да свою энергосферу вплоть до каждой клеточки твоего физического тела насквозь по всем проекциям напомнить энергией светом творения первозданным чистым незамутненным неискаженным проникновением цены да сделала я на клеточном уровне смотрю да воздействие идет даже более на тонком уровне чем клетка я вот разворачиваю ядерно то есть даже не молекулярно не атомарно все таки атомарный да уровень да идет на атомарном уровне хорошо теперь я предлагаю Татьяне сделать скрин сделать копию своего первичного естественного демка эфирного ДНК естественно конечно потому что физическое тело это вот эта вот спираль это то что папа с мамой дали с небольшими изменениями которые внесла сама душа по тем программам которые собирается в жизни воплотить ну еще интерференты конечно постараться могли вмешаться в ДНК физическое еще это в эфирном ДНК то есть о тех спиралях ДНК которые каждая все тоньше 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 и те которые формируют тонкие тела человека все выше 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 это как скафандры сейчас секунду идет информация это скафандры позволяющие сознанию даже находясь в плотном воплощении позволяющие сознанию пребывать в тех или иных мерностях то есть некие порталы некие скафандры вот формируются когда количество нитей ДНК увеличивается но они увеличиваются не на физике это в микроскоп не увидеть да это на эфирном плане на астральном плане на ментальном плане и так далее и так далее все более тонкие тонкие но это в любом случае живая структура это в любом случае некая форма которую сотворяет творец для пребывания своего в неких формах не только в виде света как энергии сознания а в код это некая формула вот эта спираль ДНК это некая формула это можно назвать программным кодом программным кодом пребывания в той или иной межности я этого не знала благодарю и мне так хорошо взяла теперь я предлагаю возвратиться в поле нашего сеанса на один два три да мы возвратились в саму оттуда уходить не хотелось но возвратились да теперь я предлагаю Татьяне считать 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 тот код ДНК и сравнить его с эталоном тот код ДНК который есть у тебя в данное время и сравнить его с эталоном да она это делает да найди все погрешности изъяна где бы они не находились когда бы они не были внесены да и да и изыми их запусти программу генетического совершенства вычисти это все и ну я не знаю когда это дойдет до физики но на тонком плане тонкоплановые проекции будут перемодулированы будут исключены вот эти воздействия блокировки генетические предусмотрения это произойдет очень быстро физика очень инертна и поэтому на это может идти не только не одна неделя не знаю не сложно сказать этого на земле еще не было утверждать не буду может быть нас Татьяна удивит изменив свой земной аватар настолько мощно что мы все начнем брать с нее пример во всяком случае сможем поверить в то что такое возможно трудновато в это поверить и мне трудновато потому что мы знаем что такое физика небольшой шрамик небольшой порез и пусть зажирает очень долго а здесь еще на всем комплексе органов систем обо всем теле хорошо сделала я запустила программу давай я возвращусь когда вся эта работа будет завершена один два три да ну вот я вижу проекция совершенно огромная светлая чистая с крыльями свободные наполненная своей энергетикой я хочу спросить покажет ли мне сейчас Татьяна свою галактическую систему покажешь смотри и она как бы свою проекцию вот так распахивает и все и я вижу космос и я вижу галактику многомерных света нет ничего невозможного это твой внутренний мир или этот внешний мир твоя злезная система там там поясни мне пожалуйста это внутри тебя или это снаружи она говорит и внутри снаружи одновременно то есть ты все это носишь внутри в ядре твоей души да то есть проживая здесь на земле ты вот всю эту галактику ты ее носишь внутри себя да но чтобы ее увидеть нужно погрузиться в свой центр сознания да пройти сквозь этот центр и развернуть и увидеть да да вот это бесконечный космос а вы говорите Voyager или Аполлон 13 да да ну я опишу это восхитительное совершенно зрелище потому что вокруг оси некой которую я не вижу вокруг некого центрального солнца вращаются звезды световые частицы я спрошу это все твои световые частицы да мои а кто создал это пространство ты или творец твоей души она говорит это сотворчество секундочку поясни мне пожалуйста или покажу картинкой говорит что создается ядро души то есть ядро галактической системы а вот те светила те звездочки которые я вижу вокруг вращаются они прилетели на твой свет что это или это ты это говорит яна она говорит это мои проекции в разных временах и пространствах даже я этого не понимаю это надо будет потом посетить и как-то уложить в мою мозгу потому что я не очень понимаю что я сейчас говорю интересно что я вижу что каждая из этих проекций это получается твои дети ты создала эти искорки да да и эти искорки проживают какие-то определенные жизни где-то в плотных материях верно в каких-то плотных пространствах да и скажи это у каждого человека внутри вот такая галактика говорит у каждого человека но не обязательно такая она может быть значительно меньше либо значительно больше так секундочку а вот это что я сейчас вижу она может состоять из нескольких галактик да уфу ну благодарю Татьяна есть над чем подумать благодарите хорошо мы возвращаемся в поле сеанса я предлагаю сейчас Татьяне найти привязку где к чему прицепилась прицепился Эйбрегор негативных финансовых трат был такой помнить что я его утилизировала может быть событие это переиграй перепроживи оп говорит сделала все мы туда не пойдем это однозначно детство я вижу так краем глаза буквально первое неправильное понимание того что есть деньги ребенка подцепляют просто под этот игрок как дальше что у нас покажем мне свой финансовый поток извилистая речушка которая течет по местности не знаю какая местность интересно мне рисуют почему-то мало растительности то есть леса нет но не пустыня и растет эта растительность какая-то и камня с чем связана такая визуализация показывает что показывает что для выращивания сада нужен больше поток а так такое как будто в поле где-то там что-то выросло ну а сейчас после того как ты исправила генетический курс в эфирной после того как ты побывала в энергиях вселенского изобилия да я вижу что она вот она пускает по этой по этой почве она пускает просто ручьи ручьи осторожно осторожно все больше и больше она напитывает землю энергией изобилием и вот вот полноводная река ну такая визуализация идет как будто в огромной водопад и так с небес падает в эту реку и полуслень несет эти воды как интересно вот эта визуализация я не знаю почему олениха подошла пьет воду и оленю все животные подходят то есть всем растениям и животным всем хватает понятно благодарите она говорит я и есть энергия изобилия точно продолжаем предлагаю сейчас Татьяне рассветить просветить свое пространство пространство своего пребывания наполнить энергией своей любви энергии творения все чего касается ее рука ее глаза и ее мысли все и жилье и твоя работа и твой бизнес и твоя семья пространство всей твоей жизни наполни этим светом вдохни свет творения я сделала могу теперь я спрашиваю у Татьяны хочет ли она передать информацию кому-то из ушедших членов рода она говорит папе хорошо папе давай пригласим его приглашай он сейчас в воплощении находится да мужчина молодой мужчина у меня 22 прям пишут цифры 22 короткая короткая стрижка и такое интересно как это круглоголовый такой вот и круглолица и стрижем так под машинку светлые волосы стрижем под машинку светло-серые глаза такой в тренажерный зал я находит такой напачивый но первая моя мысль была сейчас уточню просто это что он служил десантно поэтому я так вот распомыкнула был десантником пришел из армии сейчас я считаю работает или учится в юридическом какого-то проходного просто вот проходная и вертушечка а что это такое а когда что успела так интересно он учится в юридическом и работает то ли следственном то ли в прокуратуре да идет подтверждение но поскольку он находится в воплощении то все что мы можем дать это передать информацию в ядро его сознания о пробуждении и ты и ты и ты послать ему свет своей любви и благодарности это и ты и и хочу сказать что вот так вот и приходят ангелы в жизни людей Селит там где-то парень Карпит над своими кунышками И тут вдруг на него снизошло Какое-то озарение Откуда снизошло загадка Это оказывается дочь Из прежнего воплощения Послала ему свою любовь Да Отстраняюсь от этой ситуации Предлагаю сейчас Предлагаю сейчас Татьяне Отправить информацию В корень родового древа Если она этого хочет Да, да, хочу, давай тогда Я посмотрю заодно Как выглядит твое родовое древо Я веточку с цветочками вижу Будет пополнение Будет пополнение Договоренность во всяком случае Есть между душами И я это вижу Такая визуализация Что одна из веточек Краска в цветочке Хорошо Оно все, конечно, от людей зависит Опять же Делать не делать Оставлять не оставлять Мы это знаем Но договоренность между душами существует Я на тонком плане Считываю только это Это не предвидение Не программирование Потому что все равно Все решают сами родители Они могут отвернуться Друг к другу спинкой И вообще не участвовать В зачатии этого ребенка И так может длиться много лет Выбирает каждый живущий Я говорю только о том Что существует на тонком плане Договоренность между душами Ну вот мне идет Даже я два раза спросила Можно ли сказать Какого сына это больше касается Мне говорят, что нет Никаких программирований Цветет веточка Цветет Радуемся Да Говорит Радуемся Хорошо Это понимаете Я опять же Татьяне скажу Это для того Чтобы нас здесь Живущих Зашоренных Не скушать лишний раз Чтобы мы себе Не наградили Чего-то лишнего Ведь наши Высшие аспекты Силы света Они никогда Не подвергают Нас Излишним испытаниям Каким-то Мучениям Каким-то Сомнениям Они Они Этого не делают Они Естественно Не позволяют Вот Раз я прикоснулась К этой тайне Я естественно Переспрашиваю Каждый раз Можно ли Озвучить Как это Озвучить Можно ли Это транслировать Можно ли Это публиковать Потому что Не хочется Никому Навредить Создала Информационный шар Татьяна Отправила Корень Древа Распределила По всему Дереву Веточки И в корне Сколько Копий Сделала 54 копии Сделала То есть Из твоего рода 54 души Сейчас Вне воплощения Да Хорошо Да Отстраняемся От этой ситуации И я предлагаю Татьяне Сейчас пригласить Тех Ее близких Родных Любимых Кому она готова Передать информацию О своем освобождении Да Олег Здесь Дима Здесь Да И Алиса Здесь Юра Подзадержался Так Секунду Настя За руку Тащит Тащит К маме Он что-то упирается Он где-то там Что-то не доделал Такая визуализация Что он торопится Там что-то доделать Она его Втаскивает Вот в поле сеанса За руку Пойдем же Мама Завет Есть Хорошо Еще кто-то Мама Да Мама Мама Тоже здесь Да Ты можешь Раздать Им информацию Ну как Красиво Все упаковало Прямо Таким Изюзком Такая Визуализация Как будто бы Коробочка В какой-то Такой Вот Упаковочке Красивой Такой С блестящими Какими-то Тями И так Перевязано Красиво То есть Что-то Упаковывает Я что-то Такое Видео Ну вот Что вот Оно лежит Вот сфера Допустим Еще в такой Упаковке И вот так Перевязано И вот так Обязательно Чтобы над бантиком Еще вот Как будто Бумажные Эти самые Упаковало Все по лучшему Разряду Хорошо Передала Я смотрю Как принимаю Честно говоря У Олега Считывается Облегчение У меня Такое Ощущение Что он Знал И ждал Да Говорит Я знал И ждал Хорошо Позволишь ли ты Олег После того Как мы Завершим Эту Сцену Поработать С тобой Говорит А зачем Не знаю А пообщаться Пообщаться Говорит Можно Ты чувствуешь Себя Сейчас Свободным От интерферентов И от программ Нет Говорит Не считаю Вот именно Об этом Я хотела С тобой Поговорить Готов Да Хорошо В таком случае Я предлагаю Тебе распаковать Ту информацию Которую Дала Своему Освобождению Татьяна И я тебе Тоже Передаю Информацию Об Освобождении Других Людей Как Это Происходит И Какие Могут Подводные Камни На этом Пути Да Он Распаковывает Твою Информацию Татьяна И принимает Мою записочку Да А теперь Я предлагаю Тебе Ответить На один вопрос Кто есть Ты Олег Кто Есть Олег С кем Я сейчас Разговариваю Олег Литый В этом Воплощении Меня Олег То есть Ты себя Осознаешь Энергией Сознания Да Вспыхни Сейчас Я просто Предлагаю Тебе Если хочешь Подними Свои Вибрации И выставь Перед собой Всех Интерферентов Да Ты можешь Обнаружить Стребовать С них И расторгнуть Все контракты На основании Которых Они попытались Проникнуть В твою энергосферу Сделай Это На Один Два Три Да Заблокируй Их Можешь Сразу Разобрать На частоту Он Такой Увлеченный Он Как Не знаю Азартный Так Да Сделал Просканируй Свою энергосферу Извлеки Все лишнее Все Не твое Несоответствующее Твоей генетике Просканируй Есть ли Программы Которые Мешают Твоему Развитию Твоему Очищению Духовному Росту Извлеки Это И так же Уничтожь Все привязки К эгрегорам Расторгай Все договора До единого Возвращай Всем Их воздействия Отцепляй Все привязки Давай Мы вернемся Когда ты завершишь Эту работу На один Два Три Не скажу Что его проекция Так же светла Как у Татьяны Но в сравнении С тем Каким он пришел А сейчас Я хочу спросить Тебя Олег Скажи А почему ты так Как ты видел Интересно Наконец-то Что ты имел Ввиду Поясни Пожалуйста А он так Показывает Что ему было Очевидно Что Вот это вот Движение Как бы От центра От себя Тыкается Вот Татьяна Показывает Как тыкается То туда То сюда То туда То вверх То вниз Вот это вот Метание По всем этим Вот здесь вот Мы ищем Нет Мы там ищем Потом Нет А вот этим Вот мы займемся Вот этим Вот мы займемся Он говорит Нельзя же Искать себя Вне себя Это мудрые слова Я благодарю тебя За сказанное Ты именно Это имел ввиду Когда пришел За информацией То есть Этой информацией Ты располагал Верно То есть Ты был Не до конца Твое сознание Было усыплено Верно Да Он говорит Что его сознание Его сознание Не было до конца Заблокировано Понятно То есть Ну тогда Вычищая из себя Все остальное Вишнее Я желаю тебе В этом успехов Благодарю за то Что поговорил Со мной И показал И я Благодарю Хорошо Сценария Дима Не полностью Считал информацию Но все-таки Считала А Юра Приняла информацию Хорошо Так Девочки Хорошо Да Обе Принялись Готовностью Ну и Маленькая Алисе Конечно Тоже Достается Потому что Она Дразница Почему Вот разница Она Язык Не показана Почему Тут Разница Алиса Скажем А я Говорю Знаю Зачем Мы Здесь Ну Молодец Я тоже Знаю Потом Маме На ушко Расскажешь Шепнешь Прямо Сердечко Хорошо Говорит Договорились Ладно Так И Мама Да Я вижу Татьяна Сейчас Просто Снимается Ее Энергосфера Вот Эти Программы Которые Ее Блокируют Вот Она Как Дочь Информацию Передала Мама Стоит Да Стоит В растерянности Поговорите Друг С другом Поговорите Ну Вот Татьяна Говорит Мамочка Я все Знаю Вот Обнимает И Говорит Я Тебя Очень Люблю Поэтому Я Снимаю Сейчас Или Помогаю Тебе Вот Помогаю Тебе Нет Просто Снимаю Я Снимаю Сейчас С тебя Все Инородные Программы Которыми Ты Не 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 Я Просто Вижу Она Информацию Приняла Мама Она Решительных Действий Не Предпринимает У нее Очень Большие Сомнения И Вот Я Вижу Что Татьяна Ее Просто Вдохновляет Успокаивает Успокаивает Вдохновляет И Помогает Ей Снимать Все Что Ее Блокирует С Чем То Она Не Готова Расстаться Это Возраст Это Все Понятно И Татьяну Я Останавливаю Если Человек Не Готов Расстаться Мы Не Вправе Вторгаться Это Ее Выбор Выбор Я Души Ты Передала Информацию Я Тоже Дальше Выбор Я Души Да Еще Кому Нибудь Подруги Знакомые Передать Информацию Желаешь Да Говорит Хочу Пригласить Вот Подруги Друзья Знакомые Я Даже Уточнять Не буду Мне Приходит Информация Но То есть По каким Событиям Знакомым Но тем Не менее Да Всех Да Передает Информацию Им всем Освобождение Отцепляет Привязки Раздает Им Всем Благодарит За их Участие В ее В ее Воплощении В ее В ее В ее Жизне В ее Да Прощает Все Негативные Воздействия Прощения 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 себя за то, что цеплялась за людей и притягивала их в свою энергосферу. Не чувствую я уверенности в своих силах, засоряла пространство своего бытия излишними привязками эмоциональными, ментальными и так далее. Да. Хорошо. Да, всех отпустила. Я хочу задать вопрос тебе, Татьяна, ответнее. Скажи, вот мужчина Александр, который беспокоит, не дает покоя в реальности. Рациональная проекция Татьяны. С какой целью это происходит? Да, это урок. Это урок. Задавай вопросы. Ищи ответы. Задавай вопросы. Ищи ответы. То есть он некий из семафорда. И не более. Да. Он просто выполнил свою роль, толкая Татьяну к определенным вопросам, действиям, мыслям. Почему так происходит? В чем противоречие? Загляни глубже. Да, ты можешь поблагодарить его. Она показывает мне, что когда всех призывала, поблагодарила его, отпустила. Да, хорошо. Так, еще одну минуточку. Я посмотрю на твою энергосферу. Да, все чисто. Я спрашиваю сейчас у Татьяны, нужно ли ей примириться со своим подсознанием. Нет, говорит. У нас контакт налажен. И опять говорит мне, что попытки пойти в акаши, как бы показывает так дверной проем. И вот такая, ну то есть убирала, убирала, готовилась, готовилась. И осталась только такая папиросная бумага, натянутая на дверной проем. И кажется, что прохода совершенно нет. Она говорит, что первый шаг вот к пониманию, к примирению, произошел тогда, когда стала пользоваться, когда попыталась правильно сформулировать задачу и пойти в акаши с правильно выверенной целью развития себя. Познание мира сквозь себя. Вот так вот. Хорошо. И оставалось совсем немного буквально сделать шаг и показывать, как разрывается эта папиросная бумага. Она проходит. Сейчас у вас полное понимание. Да, подтверждает. Я очень рада за вас. Скажи, хочешь ли ты что-то сказать в своей рациональной части? Ну ты и протащила меня по всем кочкам мироздания. Смеется. Вы же примирились. Поэтому нет, нет. Между вами я просто на всякий случай сканирую, остались ли какие-то эмоциональные погрешности или ну что-то. Нет, этого нет. Вы в примирении, но почему ты это сказала? Говорит, мы учимся говорить правду. Да, я понимаю. Хорошо. Теперь я хочу спросить Татьяну, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Нет еще что-то. Что еще говорим? Что-то еще? Я предлагаю сейчас включить микрофон и тихонечко-тихонечко напомнить, если остались какие-то вопросы, потому что она адресует меня именно к вам. Остались какие-то вопросы у рациональной части? Рациональная часть – это Татьяна, которая сидит и слушает у компьютера. Вроде нет. Да, вроде нет. Ну вот, Татьяна, слышала, вроде нет. Рациональная часть – это теперь все ясно. Да, тогда, говорит, и мне все ясно. Хорошо. Я благодарю тебя, Татьяна, за то, что ты доверила мне эту работу. Благодарю за массу интересной информации, полезной для моего осознания и моей учебы. Все, она покидает меня, и я проверяю рабочее пространство. Да, все чисто. А как вообще сеанс? Я не спросила. Давайте вы мне скажете, как ваши ощущения, а то я не умею умолкать вовремя. Ля-ля-ля, и продолжаю. У меня вот сейчас после всего какое-то освобождение, вдохновление, освобождение. Я вот нарисовала вот такую, видите? Угу, вижу. Пока мы с вами работали. Как замечательно. Кстати, мне эта картина очень нравится. Потрясающая картина. Я вам потом пришлю. Да. Но я же тоже рисую. Это ваше. Секундочку. Я про нейрографику уж тут знаю для себя. Это, понимаете, как вы изображаете нечто. То есть вы изображаете свое новое отношение к чему-то. Да, да, да. Ваше новое выстраивание, новых отношений с чем-то или с кем-то. И вот это, это некое, так, сквозь сознание, некое программирование. Оно не столько будет нужно, когда вы будете напрямую общаться со своим подсознанием. Но как творческий процесс, это очень даже здорово. Ну да, это вообще шло неосознанно. Вот рука моя. Тем более. Так вы понимаете, что означает? Вы не присылайте. Не потому, что мне не нужно, не потому, а потому, что это важно для вас. Ваше подсознание в это время изображало весь процесс. Да, да, да. Поэтому вы можете пойти в Акаши, вы можете задать вопрос, нужно ли мне это вставить в рамочку и повесить на видном месте, там, где я бываю чаще всего. Вполне возможно, что когда ваш взгляд будет падать, вот на физике будет падать на эту картину, вы, вот понимаете, неосознанно взгляд, просто подскользнули взглядом и всё. А в это время запустится какой-то процесс, который вы инициировали в этом очищении, в этом сеансе. Да, да, да. Вот нейрографика, она же для этого предназначена. Да, да. Верно? И если вы во время сеанса сотворили это, значит, оно имеет отношение не ко мне, а именно к вашему сеансу. Да. Да? Хорошо. Вот это, закрепите этот результат. А когда она перестанет вам нравиться или надоест, вы нарисуете другую и повесите на видное место и будете чудесным образом так программировать красоту и счастье в вашей семье и в вашем доме. Да, да. Я вас огромное благодарю, благодарность от меня и вообще от всей моей семьи. Я тоже благодарю вас, что вы доверили эту работу. Это познавательно, это здорово. Это непросто. Совершенно непросто. Я улыбаюсь, но я устала. И тем не менее, я вам так благодарна. Потому что, если бы вы не обратились, я бы этого не узнала. Я свою энергосферу и свою историю воплощения уже всю перешустила, мне уже там скучно. Ну да. У меня вообще с вами было как-то вот, я даже предугалдывала, то есть, видимо, я настолько связывалась со своим подсознанием, настолько было вот к концу уже, когда вот эти, была галактика внутри меня и снаружи. Я уже знала ответы, что подсознание скажет, что вы произнесете. То есть, вот я бы даже записала. То есть, вот такая сонастройка была, что уже знала даже, что скажет мое подсознание. Ну вот, замечательно как. Это и есть очищение. Нет программ, которые блокировали раньше ваше взаимопонимание, ваше взаимопроникновение, ваше единение, целостность вашу, понимаете. Целостность всей, вот что называют, там всякие эти эзотерики называют, матрешка. Матрешка всех ваших проекций. Вот эти программы, они как раз мешали вам со всей вами цельной общаться. Отрезали вас. Да, видел. Тело. И сказали, что вы тело. Ну а вы поверили. Это точно. Я понял. А теперь вы просто заходя на тонкий план сами, сами расслабились и подумали, где там мои любимые клеточки, моего любимого желчного пузыря. Где там мои желчные протоки и вся моя печеночка. Понимаете, вот ваша вселенная, то есть у нас же что вверху, то и внизу, что снаружи, то и внутри. И поэтому вы бог своей вселенной. А вселенная ваша называется, ваш земной аватар. И вот каждая клеточка ждет вашей любви и внимания. Никакой крем, никакой массаж, никакие удовольствия с пенками там, со всякими. Это все приятно и хорошо. И тоже это приятно. Но прежде всего им нужна ваша любовь. Да, свет вашей любви. И когда вы своей мыслью, а ваша любовь, она выражается не в физическом воздействии. Вот вы заплатили денег, а массажист помял вам спинку. Вам приятно, и вы решили, что хорошо сделали клеточком. Это не так. Через физику воздействия. Оно и есть воздействие через физику. Без него тоже не обойтись, безусловно. Когда у нас что-то совсем-совсем не ладится, то мы найдем таблеточку и тоже ее выпьем. Я не говорю отказаться от тех средств, которыми мы привыкли прибегать, от тех средств, которые помогают нашему организму во всем этом жестком мире. И нужно действительно помогать своей физике. Какие-то очищающие процедуры. Следить за рационом, за своим режимом сна, режимом питания. Вообще как-то выстраивать. Не обязательно подстраивать под какой-то шаблон. Трехразовое питание и обязательно вегетарианство. Ничего подобного. Нет. Прислушивайтесь к своему организму. Понимаете, вот целая вселенная. Целая вселенная жизни. И если вы начнете какими-то чужими догмами руководствуясь, начнете питаться вот от сих до сих и больше никак, вы навредите своей вселенной. Вы спросите у себя же, а чего хочу я? Вот выйдите в гипермаркет, в самое вкусное место центральное, а еще лучше на рынок поезжайте, где есть всего-всего много. Станьте в центре. И на минутку закройте глаза. Вот я, и скажите, я доверяю моему организму. Дорогой ты, мой любимый, я так долго игнорировала твои потребности самое время. Мои клеточки, мои органы. Скажите, чего вам хочется больше всего на свете? И позвольте своим ногам нести вас туда, где будет, я не знаю, что там, творожок, сметанка, да не знаю, что там, ананасы, кукуруза вареная, что угодно. Понимаете? Неожиданные вещи. Он вас приведет в мясной отдел. И там неприятно пахнет. Понимаете? Такое тоже может быть. Но если это вас привел в ваш организм, то нужно задать себе вопрос, а что я делаю не так в моей жизни, если я отказалась от этого себя? А может быть, все-таки позволить себе маленький кусочек в огромном количестве пряностей, чтобы я даже вот, может быть, я не знаю как. Прислушивайтесь к себе. К ним, точнее, к ним живые они, живые. Поймите, они имеют сознание. Они криком кричат, когда их люди травят. Это, они живые, они имеют сознание. Когда вы их любовью, своей светом, любви наполняете, то есть вы помните о них. Луч внимания вашего, это и есть луч света. Почему внимание наше пытаются отвлечь в этом мире? На телепрограммы, там, я не знаю, туда, туда, сюда, туда. И мы в постоянном стрессе, наше внимание рассеялось, и мы себя потеряли. И ваши сны эти чудесные, когда вы, что происходит с вами во сне? А вот это и происходило с вами во сне. Вам подсознание сигнализировало, что ты блуждаешь. И вот эти все чащи, они тебе не нужны. Вот оно, ты есть. Всё остальное приложится и сформируется таким образом, как ты этого хочешь. Если ты веришь в свои силы, проявляешь свою волю, воплощаешь своими действиями что-то, это нормально. Я, наверное, сегодня переговорила. Будем отдыхать? Нет, 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 мне очень приятно вас слушать, и вы всегда такие умные вещи говорите. Ну, то есть они нужны, эти вещи, которые, в общем-то, я тоже, наверное, догадываюсь, что так надо, но иногда... Но иногда нужно, чтобы кто-то со стороны взял и сказал в глаза, да? Да. Как-то учимся говорить правду. Да. Вот видите, правду говорить легко, мало того, правду и слушать легко. Если есть хотя бы крупица, доверие к мнению человека. Да. Если этой крупицы нет, возникает конфронтация. Поэтому вот прежде, чем задать вопрос, сначала вы видите, а чьему мнению вы доверяете в данной ситуации, по данному вопросу, либо, может быть, ничьё мнение вам не нужно, а вам нужно сесть, расслабиться и спросить у своей высшей... Она же всё знает. Ну да. Тогда позвать её, закрыть глазки и позвать Татьяну и почувствовать это расширение тепла. Вот она, ваша основная прайца, вот она, ваша душенька. Вы её позвали. Она же всегда откликнется. Она это и есть вы. Да. И спросите у неё, а как я вот здесь, вот в этой ситуации, я чё-то там напортачиваю? Напортачиваю? Или как мне поступить там? Ну, чтобы опять вы не протащили по всем кочкам, она сказала, да? Да, да, да. Да. Всё так. То есть, понимаете, вы общаетесь с своей высшей проекцией, духовной проекцией, тонкой. И со своим физическим телом. Вы посредник, вы теперь между ними. Вы теперь занимаете ту самую позицию цельности, вот исцеления, в которой мы и должны были бы быть, если бы не интерферент. Да. Так что вспоминайте, как это. У вас есть опыт. А весь ваш опыт хранится там, у вашей проекции. В вашем ДНК записано всё. В вашем ДНК, тонкоплановом, эфирном, записана вся информация. Желаю вам успеха. Спасибо. Выключаю. Останавливаю запись. Прощаюсь с вами. Желаю успехов. Пишите о своих победах.